всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать долгожданную мою покупку это от simply push northern line палетка она очень очень популярна но проблема в том что это инди бренд и как любой инди бренд у него часто out of stock они иногда делают росток иногда они уже никогда не делают росток но я им написала спросила будет ли у них еще росток этой палетки они написали что да ну и потом они уже написали что очень многие у них просили росток этой палетки чтобы она у них вернулась в продажу и они решили это сделать то есть надо было они записали когда у них будет в продаже палетка стоит где-то около 30 паундов но мне доставка сюда из америки в англию обошлась еще где-то в 28 так что она мне где-то пошла 68 паунда что-то вокруг около этого долго думала покупную заранее думала покупать не не покупать как бы доставка дорогая но слишком уж хорошие отзывы на него были именно как до охромных классных оттенков но решила ее взять и попробовать также у них был какой-то там проблема с мануфактурным выпуском то есть покупала я ее где-то в начале июня весь месяц я ждала они видимо делали эти палетки в конце месяца они стали их отправляться дошла кстати посылка буквально очень очень быстро я сказала бы буквально там за неделю с того момента как они ее отправили и как они написали у них осталось буквально там чуть-чуть палеток они еще их продавали потом и да у них было пару палеток которые мануфактурные были какие-то ошибки и палетки были без названия оттенков то есть они их продавали еще чуть дешевле такому с 10 процентной скидкой у людей была возможность купить даже и подешевле пришла в очень такой красивый знаете ярко-розовые упаковки все красиво здесь видите так вот спасибо за покупку единственное у меня это один рефил был побитый пришел я им отправила фотографии они в тот же день не вернули 30 процентов от стоимости этой палетки плюс еще дали 15 процентов скидку на следующую покупку как они написали у них к сожалению больше нету этих палеток они бы мне так выслали бы новую палетку но так как они делали ровно столько сколько было при ордер то есть при заказана то они мне выслать новую не могут поэтому ну максимум что они могут мне как бы предложить это 30 процентов скидка что в принципе неплохо плюс 15 процентов скидка на следующую покупку они меня в принципе сразу же и вернули часть этих денег так вот очень красиво северное сияние так вот палетка их выглядит она у них очень очень популярна если взять из всех simply pos cosmetics бренд взять всех их палетки то вот это вот северное сияние самая популярная у них палетка поэтому и именно ее мне очень хотелось у них есть одна там что-то козье по-моему они написали что ее они будут ресток делать зимой потому что это более такая зимняя палетка так вот это все выглядит здесь вот состав и здесь написано что без парабенов минеральных масел в общем всего этого меня это если честно сильно не напрягает вот и что мне нравится сама палетка видите вы когда открываете она выглядит абсолютно также как и упаковка я вот это люблю потому что я люблю когда знаете вот на упаковке что нарисовано то я хочу увидеть и на палетке потому что я выкидываю как правило упаковки ну и хочется что вся эта красота осталась и вот поэтому я очень люблю когда все люблю когда кордонной упаковки и когда то же самое что на коробочке и на палетке что все оставалось это также красиво и здесь давайте я вам открою я еще не вставляла обратно этот оттенок буквально вчера получила эту палетку как у нас кстати сегодня число у нас сегодня 30 июля я бы 28 не 29 июля я получила эту палетку вот так вот зеркальце у нас большой вот видите здесь вот этого защитная пленочка и вот мальчиком у меня разбита этот рефил видите пришел так вот все цело а этот мальчиком разбит рефил я поэтому сейчас сниму вот эту защитную пленочку и попробую его туда поставить ну вот как-то вот так вот я его вставила более-менее видите вот он красиво конечно очень оттенок мальчиком видите он такой жирненький не сухой поэтому вот как и вот эти такие видно что они жирненькие его поэтому туда легко было вставить так вот знаете потереть чуть-чуть надо конечно же очень аккуратненько но видите получается 30 процентов скидка и оттенок обратно там практически вот так вот конечно лучше бы пришел бы не разбитый но ничего страшного то есть можно его обратно туда вставить и видите какая красивая палетка сама по себе а а давайте знаете я вам сразу посвочу этот оттенок вот сюда покажу вам какой он красивый посмотрите жирненький прям такой конечно все это покажу на солнышке вот видите такого тут до хром красивый здесь может не очень будет виден то до хром хорошо вот тут вот хорошо видно вот и по своей структуре он такой же как вот этот вот оттенок электрик аккуратно наносить электрик аурора тоже похожая текстура сюда вот такой немножко рыхловато его прям вот это кстати пожирнее аврора вот его так надо ты тоже конечно красивый конечно это до хромный оттенок я вам потом нормально все посвочу конечно просто хочу показать видите такой тоже до хромный оттенок здесь виден это до хром здесь виден это его еще мазать и мазать по моему этот сюрал тоже какой-то такой похожей текстуры жирненький такой оттенок такие вот я сейчас нормально вам что посвочу конечно же все это будет красиво нормально на солнышке все это будет безусловно сейчас так просто вот покажу эти вот текстуры это конечно вообще очень красивый такой ну а так я поняла как я поняла что здесь все до хромные оттенки поэтому эта палетка наверное у них самая-самая популярная потому что здесь нету матовых но вот именно кто любит вот эти вот до хрома они здесь прям в каждом оттенки давайте вот этот вот электрик пробуем сюда нанести смотрим если этот до хром тут будет лучше виден или вот такой давайте glow красивый кстати оттенок тоже сюда куда-нибудь давайте glow о феноменал посмотрите какой тоже они все такие знаете мы обстрите они все такие маслянистые прям такие вот видите все жирненькие такие вот красивые давайте попробуем breath taking вот зеленый тоже абсолютно посмотрите какой яркий прям изумрудный оттенок вот так вот видите хорошо виден этот до хром тут вот особенно вот этот синий здесь посмотрите какой он уже вот они красивый вот так как они красиво смотрятся конечно на камеру это все так не передается как это смотрится в реальности это просто очень очень красиво очень ярко вот даже знаете камеру вот этот вот яркость все это не передает этих оттенков видите просто вот не передать все эту яркость она просто какая-то космическая что тут еще такое ну тут все принципе интересно дать мне конечно очень понравилось он настолько посреди настолько неожидаемый оттенок вот видите главу этот тоже давайте брайт попробуем пробуем bright что магнетик polar вот они значит начнем с первого оттенка второй третий они так вот тоже все видите сияют красиво очень тоже есть кстати вот здесь вот тоже синий дуахром а так фиолетовый кажется потому что конечно на камеру так не словится вот он вот видите похож чем-то на предыдущий оттенок этот дуахром серединке который здесь так вот более фиолетовый кажется первый тоже видите такой золотистый а так он уже красный и тут последний такой как будто бы зеленоватый а тут уже более сиреневый хочу вам этот дуахром передать надеюсь он не так Bald he неonta и тут можно двоих оно в Продолжение следует... Видите, как все это блестит красиво? Видите, глазами я вижу этот перелив, а на камеру никак не могу его передать. Особенно этот, который посерединке. Что у нас еще осталось? Посмотрите, как все это красиво переливается. Что у нас еще осталось с этой палетки? Посмотрите, какая красивая. Что мы тут с вами еще не посвотчили? Дазлинг мы еще не посвотчили с вами. Бивит и Брайт. Да, у нас остался последний оттенок. Знаете, они все переходящие из одного оттенка в другой. То есть розово-красный, синий-зеленый, фиолетовый. Что тут у нас? Коричнево-золотой. Такие вот они, переходящие из одного оттенка в другой. Но они все красиво сверкают, как я люблю. И они такие маслянистые, что я тоже люблю, кстати. Я как-то вот люблю, если это такие металлические, маслянистые оттенки, они тогда более смотрятся металлически, чем сухие оттенки, на мой взгляд. Но имейте в виду, что если, так как они металлические, то естественно, в смысле кремовые, то они, естественно, и подсыхать будут быстрее, чем сухие текстуры. Так вот, тут вот у нас тоже похожий, кстати, оттенок мы уже видели. С вами опять же этот красно-фиолетовый, синий-фиолетовый тоже. Такие вот эти. Дуохромы ловить. Нужно очень-очень постараться. Причем, как я вот повторяюсь, глазами его видно. И не знаю, как-то вот камера совсем не хочет этого передавать. Ну, как и многие вещи, да, вот цвет моря тоже часто очень сложно передать. Горы тоже вот именно их величину, их высоту сложно очень передать на камеру. Возможно, так получше видно. Видите, даже этот последний в какой-то даже розовый момент уходит. Какая цена этого медленнострия не елена уходит. вот посерединке тоже такой как немножко фиолетово уходит так вот палетка красиво выглядит все вот так вот видите переливается прям как северное сияние очень кстати хочу съездить когда-нибудь посмотреть на северное сияние палетки получается 12 оттенков вот видите сама даже палетка вот это как северное сияние такое переливается зеркальце такого тут большое видите удобно из-за того что это картон его удобно в принципе ставить так как вам удобно вот эти оттенки и как я уже сказала была версия после официальной при ордера заказов было ли была палетка чуть подешевле без вот этих вот названий в принципе мне эти названия не нужны но конечно же если выбирать я бы выбирала бы с названиями так как будто бы знаете поинтересней так вот это у нас красиво переливается ну и посмотрите палетка с 30 процентной скидки за этого оттенка конечно я бы лучше хотела бы чтобы он не разбивался но принципе из-за того что он кремовый он легко обратно туда вошел а на фоне моей распустившийся розочки вот как раз таки посреди такая палетка красиво очень смотрится все это так вот у нас переливается красиво этот как до хром давайте начнем нормальные сводчи уже делать вот так вот еще раз вам покажу эту красоту немоверную так аврора просто купим жирненький электрик прям такой жирненький магнетик и magical вот они четыре наших оттенка и давайте поехали все они такие прям видите очень-очень блестящие все прям немоверно это вообще очень-очень металлический даже вот если посмотреть на фоне всех он самый наверное такой пигментированный вот этот вот магнетик самый яркий скажем так такого вот прям насыщенный оттенок вот видите даже на свой если взять где вот я пальцами набирала вот этот самый такой металлический на фоне допустим вот этих трех ну поехали следующие четыре оттенка это у нас сюрал тоже так очень жирненький пола он уже менее жирный но более пигментированный дазлинг такой же менее жирный но более пигментированный и бивит тоже более пигментированный вот эти оттенки и давайте их нанесем много в них вот этих вот блеска самого видите ну очень красиво посмотрите как все это конечно сверкает сияет просто какой-то нереальный космос видите очень красиво вот здесь вот тоже вот так вот блеск просто какой-то нереальный причем повторюсь на камере это все не передать это просто какое-то просто какое-то северное сияние вот тоже тот же самый можно сказать те же самые ощущения вот такие вот у нас что тут с вами осталось еще один ряд да вот ты номинал былоу этот более рыхлый этот более такой как пигментированный bright тоже такой же как вот мне нравится текстура и брейв тейкинг тоже пигментированный вот давайте покажу посвотчим их красиво очень так мне нравится вообще сильно этот красивый тоже этот яркий зеленый посмотрите прям изумрудный оттенок просто что-то с чем-то посмотрите вот так вот покажу ведь какая красота как все это красиво сверкает сияет просто просто как не в себя ну посмотрите смотрите как красиво все это переливается конечно повторюсь на камеру это все просто нереально передать весь этот блеск вот я вижу глазами это все сверкает очень красиво очень ярко на камеру же вот сама вся эта яркость так сильно не передается к сожалению но надеюсь что в носке они будут также это знаете у меня было с клеоной такое то есть очень понравились оттенки все красиво было но вот в носке что-то как-то не так это выглядело как на сводчих надеюсь что здесь все будет те же у меня будут восторге как и на сводчих а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, вот этот вот серебристый металлический блеск, он присутствует, в принципе, по-моему, практически в каждом оттенке, если не в каждом. Но от этого мне он нравится даже еще больше. Вот они, как красиво все сверкают. Продолжение следует... Поближе покажу вам... Смотрите, как красиво... Все это сверкает... Продолжение следует... Вот все оттенки... Поближе... Поближе... Продолжение следует... Продолжение следует... По текстуре даже они отличаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, давайте тогда посмотрим, как при вечернем освещении вот эти вот четыре первых оттенка, таких вот красивых, Аврора, Электрик, Магнетик и Магикал, который был у меня поломанный. И вот так вот, видите, я его... Потому что, в принципе, мягкий рефил, его легко было обратно туда сделать. Вот, смотрите, как это все на пальчиках красиво сверкает. Вот этот вот сразу выделяется, что он другой формулы, и он такой более металлический. То есть здесь, допустим, вот этих трех, в них больше таких вот блесток, то вот в этом больше такого как металлического оттенка. И я вне более выраженный именно дуахром. Здесь, конечно, он не очень виден, но вне камеры это видно гораздо лучше. Вот этот же больше таких вот именно как блесток. Мне больше нравится вот такого формата. Вот как они красиво все переливаются. Вот этот вот, который был у меня оттенок поломанный, пришел разбитый вернее. И вот этих три. Видите, вот этих вот сильно таких блестящих. Здесь вот хорошо виден этот дуахром. И вот этот вот такой красивый оттенок, который более металлический. Конечно, все эти оттенки, их именно хорошо наносить как-то при вечернем или электрическом освещении, потому что они смотрятся гораздо по-другому, чем при дневном освещении. То есть они именно выигрышно смотрятся при таком вот вечернем освещении. Вот, и здесь тоже, видите, вот так вот все это красиво светится, сверкает. Но вот, к сожалению, дуахром здесь как-то не передается на камеру. Как я уже сказала, в жизни, конечно, виден этот дуахром, такой красивый, интересный. Вот так вот они выглядят. Следующий у нас вот этих четыре оттенка пойдут. Это Сюрал, Полар, Дазлинг и Вивид. Вот этот вот магнетик, он более металлический, чем вот эти вот других три. Теперь вот из этих вот этих четыре посмотрим оттенка при вечернем электрическом освещении. Вот этот последний оттенок, видите, практически весь нанесся. Вот в этих еще что-то осталось. Вот этот вот оттенок, ну, красненький этот, нужно так немножко его втирать, как, в принципе, и вот этот, да, то есть он, иначе он будет ложиться такими немножко комками. То есть так как он маслянистый немножко оттенок, кремовый, его нужно так вот, знаете, прям, как бы вот так вот растирать на глазик, да, чтобы хорошо это все разнеслось. И чтоб проплешинами никакими не наносилось. Ну, вот так вот выглядит. Здесь вот я наслоила, потому что как-то, знаете, на мизинец у меня не очень получается набирать нормально, и поэтому приходится наслаивать. Вот эти вот оттенки в один слой, ну, как я уже сказала, вот этот вот коричневый, коричнево-бордово-красный какой-то, его мне пришлось немножко, так, знаете, втирать, потому что если вот так вот просто, знаете, взять палец, вот так вот разнеси свотч, то он получится такими как проплешинками на свотче. То есть пришлось, мне, так, знаете, надо было так вот немножко, так вот несколько раз так вот, ну, втереть, скажем так, этот оттенок. Ну, вот так вот выглядит это все. Этот вот сверху синий, он более такой металлический по отношению к этим трем. Эти три, видно, да, что они больше такие как серебристые такие, прям как шиммерные. Но все равно у них очень яркая такая база, и на свотчах, по крайней мере, мне нравится, как все это выглядит. Я люблю, когда так вот все светится, сверкает, сияет, и это не какой-то отдельный глиттер, это все, видите, как будто бы такое однородное. Вот они, наши красавцы. Все такие красивые, сверкающие, сияющие. И последний ряд, что-то этот четвертый, Phenomenal Glow Bright Brave Taking. Как раз-таки, наверное, знаете, самое лучшее описание северного сияния, хотя я его никогда сама не видела. В реальности очень хочу поехать, вот как-то, по-моему, говорят, в октябре лучше всего ехать, когда именно лучше всего это северное сияние видно, по крайней мере, если ехать, ну, куда там, в общем, все обычно едут, вот, то там именно так видно. Ну, вот, мне кажется, это, наверное, будет самое лучшее описание северного сияния. Ну, и вот этот вот, мне очень нравится оттенок Phenomenal. Ну, и давайте уже, наконец-таки, просвочим этот последний ряд вот такой вот. Посмотрите, как красиво. Ну, последний ряд просто один оттенок раш и другого. Это уже после того, как я нанесла сводч. Посмотрите, сколько еще осталось. Здесь вот еще вот его можно тянуть и тянуть этот оттенок. Такие вот тут вот красивые, вот этот Phenomenal. Конечно, мне очень нравится. Но вообще, вот эти все оттенки очень красивые, вот эти последние. Четыре мне больше. Если взять любимую четверку из всех, то вот это вот моя будет любимая четверка. Ну, и вот, посмотрите, какая красота. Просто, мне кажется, вот эти вот один краше другого. Вот так вот прям сказать сходу, какой лучше, какой хуже, ну, я не могу. Ну, как, конечно же, мой любимчик, как я уже сказала. Первый, второй, они просто шикарные. Ну, вот последний, пусть он такой цвет зеленки, но как он сияет. Это что-то с чем-то. Очень красивый. Не знаю, вот это вот очень мне нравится. Смотрите, какой он пигментированный, этот последний. Как он на фоне всех выделяется. Вот они. Такие. Правда, то, что они кремовые, конечно, скорее всего, они будут быстро засыхать. Поэтому их, знаете, на пять лет не отложишь. Надо пользоваться. Вот они. Красавцы. Как вот, видите, красиво все сверкает, сияет. Ну, и могу сказать, что палетка мне точно понравилась. Особенно, если кто-то живет в Америке, не нужно платить за доставку. Потому что, ну, доставка стоит практически столько же, сколько палетка. А если вы живете там, то, мне кажется, палетка по очень-очень даже хорошей цене. И палетка вообще классная. Кто любит какие-то металлические оттенки, дуахромы, эта палетка действительно крутая. Больше всех мне понравился вот этот дуахром, бивит. Он, по-моему, да, был у нас? Или дазлинг. Или магнетик. Не, магнетик мне понравился больше всего. Он, прям, знаете, действительно на глазах выглядит таким дуахромом. То есть вам как бы ничего делать не надо. И сразу же этот дуахром бидит. Конечно же, здесь при таком освещении навряд ли это будет заметно. Но, когда вы наносите на глаза, это действительно видно. Красиво, ну, такой, как, похоже чем-то вот этот вот сюррел. Он тоже такой выглядит как дуахромный. Он, ну, в нем именно больше таких блесток дуахромных. То есть вы поворачиваетесь, и у вас виден вот этот перелив, именно состоящий из блесток. Вот, допустим, Аврора тоже. Он на такой розовой базе, синенькие фиолетовые блесточки. И когда вы поворачиваетесь, то у вас дуахром происходит за счет именно вот этих блесточек. Магикал, который у меня был поломанный рефил. Видите, все с ним в порядке. То есть, потому что он такой жирненький, маслянистый, его очень легко было обратно туда спрессовать, даже не используя никакой спирт, ничего. Он, видите, прекрасно вошел, и я очень им даже активно пользовалась. Он тоже очень красиво выглядит на глазах. Вот этот полар, он, знаете, вот здесь вот эти вот оттенки, по большому счету, вот можно сказать, вот эти вот оттенки, даже вот, наверное, вот этот Аврора, наверное, вот этот ряд, он плюс-минус один оттенок, переходящий в другой. То есть, это какой-нибудь розовый, переходящий в фиолетовый, или фиолетовый, переходящий в синий. То есть, вот вокруг да около вот это вот все. То есть, один из розового, допустим, фиолетовый идет. Но, как я повторюсь, очень красиво вот этот магнетик вообще просто. И видит просто шикарные дуахромы. Они мне очень-очень понравились. И прям виден такой действительно дуахром. Электрик, он более такой спокойный, тоже блестящий оттенок. Здесь даже видно, что другая у него текстура. Он именно такой сияющий. Вот видите, здесь другая такая вот прям текстура у него. Он получается такой прям сияющий-сияющий. Это же более металлический. И оттенки, которые более металлические, они смотрятся как-то, ну, не красивее на глазах. В них меньше вот этих вот блестящих частичек. И они смотрятся более такими металлическими, чем вот эти вот. Они более такие вечерние, прям такие, знаете, вот прям праздничные, куда-нибудь на вечер. Допустим, металлические вот эти вот оттенки. И палетка мне очень понравилась. Мне понравилась ее стойкость, кстати. Палетка держится некоторые оттенки. Даже вот выдерживают 12 часов без какой-либо базы, без какого-либо глиттера. То есть, в смысле, ну, клей для глиттера, да, я имею в виду. Держится стойко, хорошо, блестяще смотрится, красиво даже, знаете, у меня был оттенок Magical на работе. И мне с соседнего офиса девочка пришла и даже делала комплимент, что действительно очень красиво. И что это за тени, спрашивала, что очень красиво смотрится на глазах. Понравились мне очень тени. И вот, как я говорю, вот этот вот ряд, он там плюс-минус один оттенок там розовый, переходящий там в голубой, фиолетовый. Они все около, вокруг оттенки, знаете, вот похожи. Ну, на глазах они конечно разные, но вот, допустим, вот если этот розовый, переходящий в фиолетовый, то, например, там, допустим, вот этот там какой-нибудь фиолетовый, переходящий в розовый. То есть, они вот так вот, как будто бы. Но оттенки крутые, классные, мне понравилась эта палетка очень-очень. Но если говорить о нижнем ряде, то когда я, допустим, увидела только эту палетку, мне сразу же понравился оттенок Phenomenal. Он такой, кажется, видите, такой вот интересный, такой как дуохромный. Но на деле мне понравился больше оттенок Bright. Он действительно смотрится таким интересным, дуохромным. У многих брендов есть похожий такой вот оттенок. Но этот, наверное, вот у MAC, допустим, Moonstone, да, у них эта серия называется. Там тоже такие вот есть интересные дуохромы. И вот такой очень похожий оттенок. Но у этого также есть такой, как розовый, допустим, преобладает. Синий есть. В общем, интересный очень оттенок. Этот совсем мне не понравился оттенок, если честно. Вот этот Phenomenal. Не знаю, он какой-то, знаете, вот как зеленка почему-то на глазах смотрится. Ну, не то, что зеленка. Вот этот прям, знаете, зеленка-зеленка. Прям, я не знаю, его нужно совсем чуть-чуть куда-то добавлять. Потому что он прям очень зеленка. Вот этот он не то, что совсем зеленка. Но вот как будто бы, не знаю, вот какая-то часть меня при нанесении этого оттенка мне напоминает именно зеленку. Вот вроде бы на свотче смотрится ничего. Но на деле он вот совсем не такой. Вот, допустим, вот этот вот. Я думала, что это будет такой банальный оттенок. Ну, не банальный оттенок, но оттенок, который часто попадается в палетках. Он часто очень есть, такой вот оттенок. У многих брендов есть этот оттенок. Но нет, на глазах он как раз-таки очень интересно раскрылся. Как-то такой вот, как я сказала, такой вот и розовый здесь преобладает. Не так, как у многих брендов. Допустим, а вот этот вот при нанесении, видите, на свотче, он такой вот вроде бы интересный и красивый оттенок. Здесь какой-то и синий есть, и интересный зеленый есть. А вот, ну вот не знаю, почему у меня на глазах он как-то выглядел как-то вот немножко зеленка. А вот этот оттенок очень красиво смотрится на глазах. Виден этот дуахром. И именно дуахром, он такой переливается из коричневого в красный, в розовый такой. Ну не в красный, а в розовый такой, но в красивый такой розовый. И вот действительно вы вот где-то так вот поворачиваетесь. И вот именно вот этот дуахром розового оттенка, он так, можно так сказать, гуляет туда-сюда. Здесь вот видите, такой вот золотой и как будто бы синий, но на глазах как бы это так себе, не очень, если честно. Вот этот глоу тоже я давала больше какой-то, скажем так, мне казалось, что этот оттенок будет таким вот интересным. Но он очень такой светлый какой-то на глазах и тоже не очень, если, ну не то, что не очень смотрится на глазах, но не так, как я себе представляла, что это будет смотреться. Немножко такой, как светловатый что ли, вот так вот я бы сказала бы. Ну он здесь и тоже видно, да, что это такой светленький оттенок. Но вот как-то на глазах он вот так вот, видите, немножко так вот совсем прям светловатенько смотрится. Не поймите меня неправильно, это не то, что плохо, это просто мне не подходит, вот мне вот этот вот glow оттенок просто, ну, к моим глазам он как-то не подходит, но, допустим, вот я больше давала как будто бы шанса вот этому ряду зеленому, я прям, знаете, предвкушала эти оттенки, но по факту мне больше понравился вот этот ряд верхний и вот этот оттенок bright. В общем, если смотреть, советовала бы я вам эту палетку или нет, 100% да, особенно для тех, кто любит какие-то вот такие вот, как и я, разные сверкающие, металлические, доохромные оттенки, то да, это классная палетка, она недорогая, если ее, ну, не заказывать за пределы Америки, но здесь много вот этих блестяшек, и я понимаю, почему ее ресток уже не первый раз, потому что северное сияние, эта палетка, она у них действительно, мне кажется, она у них очень популярная, и как сказали сами Simply Posh, то эту палетку у них очень-очень просили вернуть в сток, так они, в принципе, и сделали, они вернули эту палетку в сток, потому что очень огромное количество желающих купить эту палетку, но вы знаете, у маленьких брендов, у них нет возможности держать в постоянной коллекции, но время от времени они делают этот ресток, и действительно, из всех палеток, что я у них видела, они сейчас, кстати, выпустили новую палетку, тоже такая интересная, но если у вас есть вот эта палетка северное сияние, то я не вижу смысла покупать, допустим, даже их новую палетку, потому что у них там и матовый, и такого типа сверкающие оттенки, но здесь, в этой палетке, у них есть все, вот просто все сверкающие, и покупать те, как бы, не вижу смысла, потому что вот такую одну палетку взяли, одни какие-то матовые, которые будете наносить в складку, и все, и просто вот у вас и дненые, и вечерние, и какие-то праздничные, видите, и тут вот так вот они красиво все, и дуахромные, у вас есть, в принципе, все, что душе угодно, можно так сказать, просто классная, крутая палетка, мне она очень-очень понравилась, с удовольствием буду ею пользоваться, так вот еще покажу, видите, здесь вот такой вот дуахром получше уже виден, в общем, крутая палетка, если и когда ее буду делать ресток, то присмотритесь, можно в социальных сетях подписаться на SimplyPosh, и они постоянно выпускают, выпускают постоянно, показывают, сводчи всего, в принципе, что у них в продаже будет в скором времени, поэтому вот могу точно посоветоваться, палетка мне очень-очень понравилась. Ну, на этом все, спасибо за внимание, всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok